Реальность, реальность, слава Твою, Господь здесь и сейчас, почему бы не сейчас, почему бы не сейчас, Новые органы, новые клетки, новые суставы, новые зубы, я говорю, почему бы не сейчас, Иисус, Ты сделал все, что бы здесь и сейчас, Аллилуйя, Иисус, Иисус, славу Твою, славу Твою, Аллилуйя, Иисус, слава Твою, славу Твою, Иисус, Иисус. То, что Тебе угодно, Господь, Ты совершай. Господи, спасибо Тебе за каждый миг. Спасибо, любимый, что Ты создал наши тела, чтобы они подчинялись Твоему слову. Спасибо, любимый, Ты все предусмотрел. И даже клетку солдом, что у каждой клетки есть ухо. Любимый, спасибо за каждую каплю Твоей крови, которая искупила, очистила, омыла, исцелила. Родной Господь, Твоей крови достаточно. Почему бы не сегодня? Ты все для этого сделал. Ты дал нам уста, чтобы мы по слову Твоему говорили сейчас нашим обстоятельствам, нашим телам, нашим органам, нашим системам. Кровотечение, мы говорим Тебе, остановись. Ты не имеешь права быть в этом теле. Я говорю, кровь, Ты останавливаешься. Источник крови иссякает во имя Иисуса. Страх, убирайся в волну, тебе нет места в этом сознании. Положите Вашу руку. Сейчас, ниже живота женщины, кого это касается. Мы говорим, иссякает этот источник. И иссякает во славу Господа. Аллилуйя! Аллилуйя! Всякое раздвоение личности, всякие ментальные проблемы, всякая придавленность, всякое отчаяние. Oppression, depression in the name of Jesus. Во имя Иисуса мы идем против всякой опрессии, давления, чистота сознания, чистота разума. Господь говорит кому-то из Вас, не я ли Господь? Не я ли Господь? Когда я говорю, волны ревут, тем более Твои нейроны, Твои нейроны слушают мой голос. Я говорю, прямо сейчас приходит нормализация нейронных связей и цепей. Прямо сейчас запрещаем всяким голосам, запрещаем во имя Иисуса. Не я ли Господь? Господь говорит тебе, прими Его в Слово, подчерись Его в Слово. Подчинись! Господь говорит, Твое дело маленькое, просто подчинись! Подчинись! И Твое тело подстроится, Твой разум, Твои нейроны, Твой мозг подчиняться, подстроиться. Если волю Твою ты сейчас отдашь в руки Господа. Господь говорит, я обо всем позаботился. Любимый, для кого-то из вас услышите? Ученые доказали, у каждой клетки есть ухо. Каждая клетка создана так, чтобы слышать Слово Бога из твоих уст. Скажи, скажи только Слово. Скажи сейчас своему телу, скажи своим органам, скажи своему разуму, Своему мозгу во имя Иисуса. Любимый Господь, спасибо Тебе за волны Твоего присутствия и Твоей славы на этом месте. Я говорю, это предтеча! Это предтеча перед нашим грузейдом! Атмосфера славы, реальности, силы В потоке людей заполняет этот царь. Бог не обещал, Бог не обещал. Аллилуйя! Боже, Боже! Принимаем Господь от Твоей руки. Я принимаю исцеленье, исцеленье В славе Твоей, Иисус. Я принимаю исцеленье, принимаю исцеленье В славе Твоей, Иисус. Я принимаю исцеленье, Я принимаю исцеленье, В славе Твоей, Иисус. Сухожилия, связки Подчиняются голосу Господа. Господь, Боже! Спасибо, любимый! Родные, осознайте сейчас ваше тело. Хорошо, я понимаю, мы дух. Но осознайте, просто почувствуйте, Как сила Божья течет сейчас По каждому суставу, сухожилию, Внутренним органам. Аллилуйя! Господь дал нам этот момент сознания, И ты можешь сейчас мысленно Сконцентрироваться, например, на колене, Ты начнешь его ощущать. Пошли эти потоки Божьей силы Твоими устами В тот участок тела, который нуждается. Господь говорил мне, Когда ты просто будешь говорить обо мне, Я буду посреди моего народа. Я буду прикасаться к ним. Он сейчас посреди нас, родные. Прикасается. Прикасается. Как обещал. Как обещал. Между небом и землей. Мы между небом и землей. Ты исцеляешь Твою невесту. Между небом и землей. Между небом и землей. Между небом и землей. Ты исцеляешь Твою невесту. Между небом и землей. Я принимаю исцеление, я принимаю исцеление в славе Твоей. Родные, наше дело маленькое, подчинится. Окей, Господь, я подчиняюсь. Я больше не завяжу от врачей. Господи, врачи больше не могут испортить мне настроение. Снимки, МРТ, диагнозы. Нет, я подчиняюсь тебе и только тебе, любимый. Я твой храм. Во мне живет не врач, во мне живет дух живого Бога. Родные, молитесь вместе со мной, противостойте, противостойте страху. Ты храм святого духа. Я принимаю исцеление в славе Твоей. Лизу. Будь твой народ, Господь. Ангел-губитель не коснется. Безбожное правительство не коснется. Античеловеческие указы не коснутся. Система этого мира не коснется. Господь, ты знаешь, как питать твой народ. Господь, ты точно знаешь, как поить твой народ. Ты это уже делал. И мы просто подчиняемся тебе. Нам нечего бояться. Мы в тебе и ты в нас. Господь. Пастор Андреев, приглашаем вас. Будем принимать причастие. Дорогие, я чувствую, как Господь говорит, это единение. Единение. Мы одно с Ним. Он с нами. Хайлы жить. Аллилуйя. Это именно тот случай, когда шесть страниц труда, подготовки к посланию переносится на следующий раз. Потому что сегодня служение Духа Святого. Служение исцеляющего помазания и причастия Господня. Аминь. И служение оснащения на наш Крусейд через неделю. Аминь. Служители, это я к вам обращаюсь. Будем принимать причастие. Принимайте оснащение. Аминь. Служить в силе и славе. И прямо с улиц во имя Иисуса приводить драгоценных людей. По изгородям. Помните, Господь сказал, А давайте сделаем себе вызов. Ладно, Господь, сосед уперся. Зато на улице. А я верю, что я с улицы приведу. Родные, это уже, знаете, пусть азарт детский придет. Азарт. С маршрутки притяну. Упадет кто-то у моих ног. Родные, чувствую особенное служение. Господь нас, знаете, как натирает так сегодня. Натирает наши щиты. Натирает наше оружие. И с собой объединяет еще. Фу. Аллилуйя. Наши служители уже пошли раздавать прям. Ну, давайте чуть-чуть все-таки приостановимся, хорошо? Пусть пастор Андрей сейчас послужит словом. Будем еще молиться в духе. И потом перейдем уже к принятию. Аллилуйя. Дорогие, сегодня важный момент. Вы знаете, что у Господа нет неважных моментов, когда мы встречаемся с Ним. А сегодня время встречи. Знаете? Знаете, что сегодня время встречи. Почему? Потому что Господь однажды запланировал каждого из нас. Когда висел на кресте, Он видел каждого из нас сквозь века, что мы будем стоять сегодня здесь и встречаться со святыней. Господь сказал, что это святыня, определенная святыня. Я вам расскажу, почему. Уже вы принимали хоть раз хлебопреломление? Встречались? Кто не делал этого? Кто не делал ни разу? Поднимите руку. Кто не знает, как достойно принять хлебопреломление? Я хочу сказать, что очень важно представлять. Представлять. Потому что воображение – это сила Божья, которая дана каждому человеку. Представлять, как вы принимаете хлебопреломление еще до того, как вы его примете. Почему? Потому что мы должны быть достойны. Господь сказал, что это тело. В тот вечер Он сказал, что это тело мое, ломимое за вас. И кровь моя Нового Завета, которая пролита за вас. И вот что надо сделать. Употребить. Выпить и съесть. Может быть, достаточно было, что это символы. Да, символы веры такие. Вот хлеб, который олицетворяет тело и кровь его, да? То есть она вышла из тела. То есть там уже жизни нет. Было бы достаточно, да. Может быть, вознести к Небу и сказать, Господь, мы воспоминания делаем это, так, как Ты сказал. Потому что духа нет. Знаете, теле, в котором не существует духа, оно не живое. Поэтому это не живое тело. Но Господь почему-то сказал нам употребить это, съесть. В Слове Божьем написано, размышляйте о теле его. Когда мы каждый раз принимаем его проломление, мы размышляем о теле. Для чего Господь нам сказал съесть это и выпить? Потому что внутри живет Дух Святой. Когда мы употребляем тело и кровь внутрь, да? То мы становимся одним с Ним. Каждый раз, когда мы это делаем, мы это делать должны достойно. Потому что там дух приходит к нашему духу. И там не должно быть расприи, не должно быть обид. То есть мы должны очиститься. Прежде чем это сделать, надо достойно очищаться в молитве, молиться. Чтобы не огорчить Духа Святого, не огорчить Господа. Чтобы не пожать то, что Господь говорит в Своем Слове. Чтобы мы были достойны. Достойны принять Его жертву. Потому что Он умер на кресте. И тело, на наше тело, на самом деле, в оригинале написано, Он смотрит как на новое тело, на самом деле. Почему? Потому что это греховное тело, оно уже испорчено. У него есть срок годности, знаете. Да не живет человек более 120 лет. Да? Одно Слово Божье. Говорит Дром. Слово Божье. Ну ладно, ваш век будет при 70 лет, при большей крепости 80 лет. Может попросите, если попросите. Да, я продлю ваш срок. Это тело, оно бренное. Но Господь уже, раз там живет Дух Святой, Он смотрит как на нетленное тело наше. Поэтому, как же нам жить? Иисус говорит, принимайте жертву. Принимайте каждый раз жертву. И проглашайте, что Я умер. Не вы умерли, а Я умер. Он же не говорит, что вы со мной умерли. Нет, Иисус умер. Потому что, а мы с Ним уже совоскресли, когда мы употребляем внутрь, до Его тела. А там живет Дух. Знаете, в бытие, когда создал человека из праха земного Господь, и вдохнул, написано, вдохнул. Не сказал слово, да будешь жить. А Он взял и вдохнул жизнь. Вдохнул жизнь. Поэтому в нас живет Дух Святой. В нас живет Господь Иисус. И мы разглашаем Его смерть и воскресение. Конечно, мы воскресим вместе с Ним, правда? Мы воскресим, потому что Он жив. В Нем живет Его Дух. И Он живет в нас. Поэтому мы напоминаем себе, всему миру, что мы те, кто живет вместе с Господом. И у нас живет теперь Его Дух. Да? Слава Тебе, Господь. Поэтому пока я говорил эти строки, размышляйте над тем, что Господь совершил и о нас. Конечно же, это надо делать раньше. Размышлять. И тогда Господь будет давать разные образы. В прошлый раз я вам давал образ, что Он раздал всего. Да? То есть берем Отцу, делим его на маленькие кусочки. Это есть олицетворение Его тела. Когда мы употребили это все вместе, как семья, Господь назвал нас телом. В теле течет кровь, в теле живет Его Дух. Да? Это стало неотъемлемой частью нас. Потому что оно растворилось в нас. И оно уже неотделимо. Неотделимо. Это, ну, это таинство. Каждый раз, когда мы размышляем над этим таинством, мы понимаем, кому мы принадлежим. Какое ДНК в нас? Правда? ДНК? Мы принадлежим нашему Отцу Небесному, нашему Иисусу Дорогому. Даже Бог назвал нас санаследниками Иисусу. Вы знаете, это высшее такое звание. Санаследники Иисусу. Это очень и очень... Размышляйте над этим, что Господь на самом деле совершил, потому что Он отдал самого себя, чтобы мы Его нищетой обогатились. Мы обогатились вместе с Ним. Поэтому важный момент еще, знаете, что тело-то телом, но важно и голова. Он же нам голову оставил, правда? Мозг оставил, разум оставил, ум оставил. Поэтому нам надо размышлять, чтобы менять наш разум. Да? Чтобы войти именно в то состояние, которое Господь от нас хочет. Это Божьих чистых сосудов. Чистых сосудов. Он видит нас как чистые, чистое сердце, чистое разумом. Потому что таковы, дети таковы, суждено узреть Его. Поэтому размышляйте, дорогие, молитесь. Представляйте, чтобы не было огорчения Духа Святого, не было огорчения, когда мы примем это для Бога, что у нас что-то есть, что Его не огорчит. Если что-то огорчит, отдайте Господу. Просто отдайте Господу. Скажите, Господь, я не могу. Иногда обида, знаете, у меня когда-то была обида, очень долго я не мог простить. Но Господь сделал однажды чудо. Я утром проснулся, и больше этого камня у меня не было на душе. Он сверхъестественно снял этот камень. Господь может это сделать. Для того, чтобы мы были чисты. Чистые сосуды, в которых живет Дух Святой, которые радуются, которые любят. Слава тебе, Господь! И тогда мы сможем выстоять. Почему? Потому что у нас будут чистые сосуды. Знаете, когда чистые сосуды, не загрязненные, то очень быстро Дух Святой перетекает из одного сосуда в другой сосуд. И мы понимаем, и мы одно. Тело, оно одно, оно функционирует не по-разному, а оно единственно функционирует. Поэтому слава, слава нашему Господу! Давайте помолимся. Дорогой Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы славим. Поздаем Тебе всю славу, всю честь, все поклонение, Господь. Мы пришли с Тобой сегодня почтить Тебя, принять тело Твое и выпить кровь Нового Завета для того, чтобы соединиться, чтобы обнабиться в силе во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что мы торжествуем и провозглашаем Твою смерть и воскресенье как свидетели того, что мы есть дети Твои. Дети могут свидетельствовать, что Ты воскрес, а мы дети Твои и свидетельствуем, что Ты умер и на третий день воскрес. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам быть чистыми, совершенными сосудами, чтобы мы были достойны принять Твою жертву. Очисти наши сердца, нашу разум. Если надо кого-то простить, мы прощаем. Если надо сейчас покаяться, напомни, дорогой Дух Святой, в чем надо иметь нам изменения. Я благодарю Тебя, Господь, то, что Ты делаешь нас достойными, чистыми, любящими. Я благодарю Тебя во имя Иисуса. Раздавайте, пожалуйста. Иисус. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Просто спасибо за драгоценную кровь Твою Дорогие, это Матца, это символ тела Иисуса Христа, ломимого за нас. Примите Его, едите и размышляйте над тем, что Господь совершил, над Его ранами, над Его искуплением, который вместо нас взял на себя всякую немощь, всякий грех и вознес на крест. Там, где мы должны были быть, но Он опередил нас и дал нам эту жертву. Мы принимаем ее во имя Иисуса Христа с благодарением и воспоминанием, что Господь совершил для нас. Примите. Взял чашу, сказал ученикам, это есть кровь Моя. Примите ее, это кровь Нового Завета. А новая кровь, да, Нового Завета, она вливается в новые мехи, обновленные мехи. Весь обновленное тело, полностью. И в этом теле не должно быть ни изъяна, ни порока во имя Иисуса Христа, потому что Господь сделал нас таковыми. Когда вы бьете, размышляйте над ранами Его, что в ранах Его мы получили исцеление. И вся благодарность Господу, все поклонение Господу, пусть наши сердца изрекают это с этим глотком. Иисус, просто спасибо за искупление твое. Родные, не спешите собирать стаканчики, побудьте с Господа. Иисус, просто спасибо за искупление твое. Иисус, просто спасибо за искупление твое. Иисус, просто спасибо за искупление твое. Господь, ты чудотворец, а я твое дитя. Господь, я принимаю, Господь, я принимаю, я принимаю сейчас. Сила воскресенья, воскресенье для нас. Спойте с нами, Господь, я принимаю, я принимаю сейчас. Сила воскресенья, воскресенье для нас. Потому что ты, ты чудотворец. Я твое дитя, мне нечего бояться. Крепче, 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 крепче в твое объятие. Ты чудотворец, я твое дитя. Я не знаю, что ждет меня завтра, но я знаю того, Кто крепко меня держит за руку и ведет за собой. Я крепко меня держит за руку и ведет за собой. Я крепко меня держит за руку и ведет за собой. Я крепко меня держит за руку и ведет за собой. Знаю и другое. Там мы сегодня любимые! Вместе новую песню! На-на-на... Да... О-о-о... О-о-о-о... О-о-о-о... А вы, и я! А тому, кто действующий в нас силою, может сделать не сравненно больше с того, о чем мы просим повечтеть. К тому... Слава! 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 Во веки и веки! В роды и роды! У-у-у! Ха-ха! Вау! Господь! А-а-а-а! Велиюя! Рео... На-а-а! У-у-уion